В общем, это нужно переводить всё. Но я думаю, мы с орбиты образцы возьмём, они более ценные. Вот как вы видите, немножко наша ракета отклоняется, это хреново. И всё равно она отклоняется. Зараза. Ужасно просто. Ужасно. Хоть не пользуюсь этими движками. А скорость-то какая? Так. Ну и теперь мы... А, уже девятнадцатый какой-то там уровень. Вот так. И здесь берём образцы. Нет, что-то мало. Мало, мало, ещё раз мало. Нужно повыше забраться. Орбита чуть-чуть меняется. Выпрямляется там. И т.д. и т.п. И особенно т.п. Всё ещё семнадцать. Постараемся выйти на более высокую орбиту. Так, ну вот, апогея ещё не достигли. Это хорошо. Нужно апогей постоянно отодвигать подальше. О, электричество тратится. Я и не знал. Купер атмосфера. Когда мы из атмосферы выйдем. 43. Что-то медленно оно повышается. Давайте-ка разгоним его, что ли. Корабль. Польша. Всё ещё что-то в атмосфере там и т.д. А я так понял, электричество на это не тратится. Ага, вот мы выходим даже на орбиту. Ни хрена себе. Давайте-ка ускорим. О, как мы выходим на орбиту. Но не получится всё-таки нам выйти на орбиту. Или получится. Похоже, получится. Ну, почти получится. Потому что топлива тупо не хватит. О, вот так выходят на орбиту, друзья. Ну, в общем, я не хочу просто выходить на орбиту. Потому что, ну, вы понимаете, это бред собачий. Потому что я тогда оттуда не смогу убраться, если я на неё выйду. А мне такое не нужно. Так, вот, серматериал с бей. И вот видите, теперь мы можем 25 взять. Ой, нужно замедлить. Чтобы мы слишком быстро не упали. Так, здесь мы уже брали образцы. Крюре порт. Давайте. Ай, ничего, блин. Я потерял несколько очков хороших. Нямок. Я бы сказал. Ау, он здесь, а я думал, он упал. Пролетаем над пустыней. Можно, кстати, полетать здесь, но я не буду этого делать. Красиво, не правда ли? И чтобы нам легче было упасть, можно затормозить нашу скорость, и тогда мы быстрее упадём. Ну, вот, собственно, как выходят на орбиту. Всё-таки с этой ракетой можно на орбиту тоже выйти. Если... Не прикалываться мной. Бабах. Так, ну и ускорим время. Ааа, нельзя. Но вот видите, как повлияло, то есть... Орбита вообще исчезла, но здесь... То есть, если бы мы потратили те... То топливо, оставшийся, тот мизер, который у нас оставался на то, чтобы дальше расширять орбиту, то... То есть, у нас бы получилась стабильная орбита, а так не получилось никакой стабильной орбиты. Важно вначале набрать вертикальную скорость, а потом перевести её в горизонтальную. И... А, вон ещё у нас. Муна, точнее. А там дальше ещё минмус есть. Вот он. Я возле минмуса летал. Но не на сам минмус, естественно. На сам минмус я ещё планирую только. Так, ой. Ой-ой-ой. Как же это геморрно управлять? Ааа, направление не то. Вот так, вот так, вертикально. Так, ну давайте ускорим. Нельзя ускорить. А что мне делать? Показывать вам, как я... лечу? Или же рассказывать вам, как я лечу? Ну что, вон там есть горы, пустыни, там есть море. Вот здесь ещё что-то есть. Я даже на Северный полюс летал когда-то. Но не на самолёте, естественно, на ракете. Так как самолёты здесь глючные и... В общем-то, компоненты самолётов, они дорогие, дорого их открывать за очки. Но при этом сами самолёты, то есть их компоненты, они не дают вам особых возможностей. То есть на ракете ты можешь вылететь из атмосферы. Ты можешь по всем планетам полетать, получить кучу этих сраных очков. Исследования. А вот в этом... В самолёте ты можешь летать только по своей планете и всё. И там рано или поздно закончатся все биомы, и ты не сможешь ничего с этим сделать. Вот такая вот красивая планетка. Естественно, я понизил настройки графики. Было бы намного красивее, если бы я на максималке играл. Но я нищеброд. И не сцежусь этого. Ладно, я сейчас прервусь. А потом... А нет, уже... Нет, недоступно. Тогда я прервусь, и когда мы начнём падать по-нормальному, то я включу запись. И так, снова здравствуйте, дорогие зрители. Блин, а, не снова здравствуйте. Я ошибся фразочкой. Ну, на самом-то деле, неважно. Вот, короче... Знаете, что я минут 15, наверное, ждал. Залетел в это... В пространство... Там, где нет солнца. Заранее нажал пробел. То есть, парашюты, как только они смогут раскрыться, они раскроются. И остановят нас. Но, вот, гляньте. Какая у нас скорость просто ужасная. Я боюсь, что парашютам будет довольно сложно её погасить. Возможно, даже стоит. Вот, видите, мы начинаем гореть. И мы будем гореть, и гореть, и гореть. Очень сильно гореть. И замедляться, благодаря этому. Да. Просто ужасно. Так вот, когда он летел, то есть, он 15 минут поднимался на вершину траектории. Потом ещё спускался. Ох, как сильно. Просто жопа. О, парашюты раскрылись. Но не сгорели. Очень хорошо, что... Кстати, вот, парашюты, они специально делают несгораемыми их. Ну, то есть, из специального материала. То есть, действительно, они могут раскрываться иногда, когда... В то время, когда... Челнок чуть ли не горит. Такое бывает иногда. Вот видите, как быстро скорость понижается с ними. Их три штука. Мне кажется, или этот парашют другой, когда здесь два этих есть. То есть, он становится другим, мне кажется. Так вот, когда я смотрел, как он медленно-медленно летит по траектории, мне хотелось прямо спеть. Ты живёшь, а он летит, голубой метеорит. Это-то мультик такой был. Больше мне ничего не захотелось. Я потом пошёл к офисе, налил. Выпил его. Ну и вот, собственно, я снова с вами. И если ты одобряешь, что я экономлю твое время, то ставил лайк под этим видео. Я лайка, другую очередь, да. Драчу на лайки, шучу. И шучу, и драчу на них. Хотя это одно и то же, наверное. Так. Ну... Пожалуй, мы ускорим даже. Всё равно смотреть не на что. Что? Парашют оторвало. Вы видели? Парашют оторвало. Охренеть. Потому что он один открылся на той высоте. Его оторвало тупо. Видите, модуля нету самого. Очень интересно. И мы, кстати, ещё не исследовали сам Кербин. В достаточной мере. Нужно будет этим заняться. И давайте же recover vessel. И получим свои очки. К сожалению, очки получились немногочисленными. Но разве что кроме вот этого. Видите, 25 очков. Ага, вот. Recovery of vessel returned from kerbin orbit. То есть, нам засчитали орбиту. Мы некоторое время были на орбите. Вот, вот, видели. Появился перигей. Ну, не перигей, а периапсис. Перицентр. Да. Так правильнее всего. Апоцентр. Ну, то есть... Да. Самая высокая точка над планетой. И самая низкая точка над планетой. И за это нам дали, то есть, 10 очков. И за... Зелёная жижа в атмосфере. То есть, исследовали, как она реагирует на атмосферу. Тоже дали немного. И у нас ещё 45 появилось очков. Мы можем найти себе неплохой бак с топливом. Очень неплохой. Или же вот эту вот укрепительную штуку. Она тоже очень неплохая. Вот, кстати, пусковая опора. Удерживает корабль перед запуском. Очень неплохая штука. Можно также дроны купить. Ну, дроны это вещь такая. Я предпочитаю космонавтами орудовать. Мне их не жалко, абсолютно. Но если вам жалко космонавтов, можете дронами. Ну и плюс космонавты, то есть, они бесконечные. И для них нужны специальные модули, а модуль с дронами. То есть, им легче орудовать. Вот и всё. Можно, например, подлететь к какой-то планете. И запустить несколько дронов. Ну, таких вот спутник. Стайпутник. Стайпутник. И вот встроенный гиродин, это как бы... Гиродин это гироскоп. Как бы. Как бы, как бы. У них даже цены есть, но эти цены не работают пока. Что же нам прокачать? А, здесь уже по 90. Нам нужны будут батареи солнечные. Вот эти вот первые. В принципе, последующие солнечные батареи не обязательно. Также вот термометр полезная вещь. Даст нам ещё много незабываемых мгновений. И много результатов измерения температур. Вот эта штука распорки. Они укрепляют ракету нашу. Но я думаю, я всё же пока вот это вот буду изучать. Нам главное вот эти вот два направления теперь изучать. Так как, ну... Термометр это не очень. Давайте изучим. Что? Не изучаешься? Вот, всё изучилось. Следующим мы будем изучать вот это неплохая штука. Но с другой стороны, вот это неплохая штука. Наверное, всё-таки вот это вот. А здесь вот самое ценное из всего этого. Хотя вот маневровые двигатели тоже ценные. Но это для полёта на другие планеты. А вот внешний топливопровод это крутая вещь. То есть, это та вещь, благодаря которой можно хитрые ракеты делать. Я вам покажу, какие. Так, ну и у нас ночь. Так, вот наша ракета. Но она меня не обрадовала. Эта ракета, если честно. Какая-то она странная. Мы можем её быстренько пересобрать. Так, так, так. Естественно, ставим этот топливный бак. Макс-Траст, 1200. И сколько у него масса? 9. 09, точнее. Масса 3. Так, а Макс-Траст, 200, 2000, 250, да. Эээ, да-да-да, вот такая вот ерунда. Вот эта вот штука, по идее, типа, сбивают всякие... Всякий мусор космический, когда он накопится на орбите. Так. Ну, я не знаю, боковые двигатели... Насколько они крутые? 200, 120, 200, 120. 1,5, 0,9. То есть, в принципе, они выгодные получаются. Но их нужно не меньше трёх ставить. А этот можно один поставить. То есть, вот масса 0,9, стоп, 1,5. 0,9, 0,9, это 1,8. То есть, они тяжелее получаются, если их два поставить. Нет, невыгодные. То есть, примерно одинаковые. Тогда какой у них смысл? Разве что не знаю. Когда на луну садишься, может, они подойдут. А так я не вижу у них смысла особого. Давайте же установим какую-нибудь ерунду здесь. Вот раз. Вот два. Больше будем неуправляемых двигателей ставить. Больше. И, 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 и. Вот это вот кучу. По наставим раз. И два. И три. Ну, в принципе, возможно, это будет достаточно. А возможно, и нет. Вот это вместе объединяем. Потом... Вот это тоже вместе объединяем. И вот такая вот оптимизация получилась. Опять же, засейвим на всякий случай. Это уже довольно-таки сложная конструкция у нас получилась. Но я не уверен, что она нам вообще нужна. Нужна ли она нам? А! И, что немаловажно. Эта же конструкция, она слишком намудренная. А у нас не получится ее упростить. К сожалению, она может тупо развалиться. Я думаю. Потому что, ну, да. Хотя нет, вряд ли развалится. Потому как она мало отличается от предыдущей. Оригинальностью парадигм точно не отличается. А, кстати, я понял, почему эти крылья, они нас никак не стабилизируют. То есть, будут в будущем крылья, которые не цельные, а здесь будут у них закрылки. А у этих крыльев нет закрылок. Поэтому они фиговые. Так, ну, попробуем. Не знаю, зачем нам вообще такая ракета нужна. Во-первых, давайте вот так вот сделаем. И вот, видите, уже мы получили сколько-то поинтов науки. Так, ну, здесь мы нифига не получим. Crew report. Хм. Да, вот так вот. И теперь вернем на минутку. Вот, видите, можно так получать еще очки. Science небольшие. И лаунч. Да. И сейчас наша задача, в принципе, основная будет выйти на орбиту. И потом спуститься с орбиты. Спуститься с орбиты туда, куда мы захотим. А я хочу примерно в пустыню или в горы. То есть там, где мы еще не были. Там, где мы сможем добыть еще.